МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии Екатерина Коломец. Здравствуйте. Главгосэкспертиза одобрила инвестиционный проект реставрации учебного здания Института ядерной энергии и промышленности в Севастополе и создания на его территории многофункционального кампуса СевГУ. Об этом сообщается на сайте Федерального автономного учреждения. По результатам проведенного аудита, эксперты дали рекомендации для дальнейшего проектирования, оценили основные риски, достаточность и обоснованность подготовленных схем технических зданий изысканий и проектной документации. Предварительно проверили достоверность определения предполагаемой стоимости строительства. В материалах представлены предварительные решения по сохранению и приспособлению корпуса Института, бывшего здания Военно-морского училища, признанного объектом культурного наследия, и прилегающих к нему территорий и строений, для современного использования. Предусмотрена реконструкция учебного корпуса, восстановление утраченных исторически ценных элементов пространственно-планировочной структуры исторического поселения и реорганизации территории. Генеральный проектировщик – федеральное автономное учреждение Роскапстрой. Как уточнили новостному порталу «Форпост» в СевГУ, работы, о которых идет речь в представленных на экспертизу материалах, включают в том числе и реставрацию учебного корпуса. Сейчас в университете ждут определения размеров финансирования и сроков реализации проекта в рамках ФЦП. Здесь планируется построить медицинский корпус и новые лаборатории, центр креативных индустрий, детский и технологический парк, два многофункциональных комплекса, в том числе спортивный, общежитие и новый причал, сооружение для обслуживания научно-исследовательского судна. Помимо этого территория пополнится ботаническим и аптекарским садами, мастерскими ландшафтных архитекторов, теплицами и оранжереями. Они станут не только украшением, но и образовательными площадками для студентов, обучающихся дизайну, архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре. В заключении главгосэкспертизы отмечается, что здание военно-морского училища в поселке Голландия является старейшим среди высших учебных заведений города и одним из самых протяженных общественных зданий в России. Длина по фасаду составляет 393 метра. Напомним, фундамент морского кадетского корпуса был заложен на берегу бухты Голландия в 1915 году по приказу Николая II. Окончательно строительство здания завершилось только спустя полвека. Уже после Великой Отечественной войны учреждения преобразовали в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище для подготовки специалистов для атомных подлодок. После распада СССР судьба училища была тесно связана с ядерной энергетикой. А в марте 2020 года студентка магистратуры СИФГУ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта кампуса университета в районе Голландии. Идею глава государства поддержал. В начале 2021-го необходимые документы были направлены руководством ВУЗа в Министерство науки и высшего образования России. Пример смелости и мужества. День открытых дверей прошел в Севастопольском спецподразделении СОБР Росгвардии в понедельник 22 марта. Бойцы рассказали воспитанникам спортивного клуба армейского рукопашного боя «Титан» о своих ежедневных задачах вооружения и технике. Также ребята посмотрели клип, в котором узнали о деятельности СОБРа в прошлом году. На день открытых дверей 22 марта в Севастопольское подразделение СОБР пришли ребята от 5 до 15 лет. Кто-то из них уже имеет награды в соревнованиях по армейскому рукопашному бою. И сейчас как раз определяется, хочет ли посвятить свою жизнь служению Отечеству. Некоторые малыши едва начали заниматься, но уже мечтают о погонах. Воспитанникам военно-спортивного клуба армейского рукопашного боя «Титан» показали клип о службе бойцов спецназа. Ребята увидели, как происходит задержание преступников на тренировках и в реальной жизни. После этого будущие защитники Родины смогли примерить экипировку Росгвардии и ознакомились с оружием, которое находится на вооружении специального отряда быстрого реагирования «Сокол». Я узнал, чем они занимаются, и появился некий интерес маленький. Бороться с преступниками, чтобы не было плохих людей. В составе севастопольского специального отряда быстрого реагирования «Сокол» около 50 бойцов. Чтобы стать одним из них, парням нужно отслужить в армии, а после – пройти физические и психологические тесты. Служить? Еще не знаю. Тяжелый какой. Пять. Он еще тяжелый. Какой тяжелый. Он легко. Он легкий. Я вообще не в это поступлю. Я вообще в полицейский участок поступлю. Такие патриотические занятия проводят в подразделении СОБР «Росквартал». Как отметил командир «Сокола», его бойцы должны не только обладать физической силой, но и уметь быстро принимать верные решения в сложных ситуациях. Бывает, приходится выполнять такие задачи, когда не только физическая сила будет необходима для выполнения служебной боезадачи, но еще и смекалка, и какие-то умозаключения сотрудников, которые, в принципе, способствуют тому, чтобы задача была выполнена. То есть, преступники были задержаны. После знакомства с боевым оружием воспитанники военно-спортивного клуба армейского рукопашного боя «Титан» прокатились на бронированном КАМАЗе «Горец». Это взрывозащищенный автомобиль, предназначенный для проведения спецопераций. Прокуратура Гагаринского района Севастополя инициировала возбуждение уголовного дела о невыплате заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Тип-Топ». Фирма задолжала своим сотрудникам 7,5 миллионов рублей. Директор компании с февраля 2020 года по январь 2021 полностью не выплачивал деньги 35 подчиненным. При этом установлено, что коммерческая организация в этот период располагала финансами. Однако руководитель вместо того, чтобы начислять зарплаты, направлял средства на хозяйственную деятельность фирмы. Отметим, что общество с ограниченной ответственностью «Тип-Топ» три года назад выступало субподрядчиком компании «Гласок», одного из реконструкторов Парка Победы. Подрядчик взялся самостоятельно сооружать все фонтаны и, как сообщал телеканал НТС в августе 2019 года, самовольно, без согласования с проектировщиками, стал изменять технологию строительства. В частности, трубы и коллекторы рабочие наглухо заливали бетоном. История с невыплатой денег сотрудникам строительной фирмы происходит не в первый раз. В ноябре 2018 года Управление Следственного комитета России по Севастополю сообщало, что компания «Гласок», выполнявшая работы в Парке Победы, не только сорвала сроки реконструкции, но и задерживала зарплату. В ситуации с обществом с ограниченной ответственностью «Тип-Топ» прокуратура Гагаринского района Севастополя в интересах работников предприятия предъявила исковые заявления к руководству фирмы о взыскании задолженности. В настоящее время по материалам прокурорской проверки следственным органам возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 145.1 УК РФ. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. Ход и результаты предварительного расследования находятся на контроле прокуратуры. Эпидситуация на полуострове улучшается. К утру 23 марта в Севастополе зарегистрировано 34 новых случаев заболевания ковид. 21 человек выписан после выздоровления. Умерли 3 пациента в возрасте от 53 до 99 лет. Данные приводит пресс-служба местного правительства. Всего с прошлого года коронавирусом в городе заразились 12 905 человек. Умерли 552 пациента. Общее количество выздоровевших достигло 11 979. Под наблюдением остаются 604 человека с неподтвержденным диагнозом ковид. А в Крыму за минувшие сутки выявили 54 новых случаев коронавируса. Два из них протекают бессимптомно. 40 выявлены при обращении за медицинской помощью. 14 среди контактных с ранее зарегистрированными заболевшими, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава республики Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 37 110 случаев заражения новой инфекцией. Выздоровели 34 359 человек. За минувшие сутки от коронавируса скончались 5 пациентов. Общее количество смертей из-за осложнений, вызванных ковид, составляет 1035, уточняет Министерство здравоохранения Республики Крым. Этим летом в селе Орлиное пройдет масштабный спортивный фестиваль «Крымская жара». Состоится он уже во второй раз. Об этом председатель общественного движения «Доброволец» Дмитрий Голиков рассказал 22 марта на встречу, посвященной подведению итогов работы одного из проектов организации «Здоровые силы Севастополя». Показательные выступления были, приехали в Орлиное, в сельскую местность, расстелили ковры, натянули канаты, и боксеры, и дзюдоисты, и кудо, и фехтование, и песни, пляски, бесплатное мороженое. В этом году будет уже фестиваль немножко на другом уровне. В этом году фестиваль пройдет при финансовой поддержке организации Российский фонд мира и объединит на своей площадке еще больше атлетов. В глобальных планах развить спортивный праздник до всероссийского уровня, рассказал Дмитрий Голиков. Притворять в жизнь идеи этого и многих других проектов помогают друзья движения «Доброволец». Это руководители различных федераций спорта, севастопольские предприниматели и представители власти. Сегодня в этом зале собираются те люди, которые неравнодушны к севастопольскому спорту, которые не безразличны будущей севастопольского спорта, которые очень сильно переживают за то, как Севастополь будет представлен на различных спортивных аренах. Мы сможем организовать вопросы взаимодействия, вопросы поддержки молодых начинающих спортсменов и, конечно же, ветеранов. Своей целью активисты ставят популяризацию различных видов спорта, улучшение качества жизни атлетов и помощь в достижении лучших результатов. Так участники встречи обозначили направление для взаимодействия на будущее и подвели итоги работы проекта «Здоровые силы Севастополя» за прошедший год. Активным членам и друзьям движения вручили благодарственные грамоты, а спортсменам семи городских федераций передали талоны на продуктовые наборы. В скором будущем Центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого отметит 120-летний юбилей. Подготовка к празднованию уже началась. 22 марта в библиотеке открылась выставка-инсталляция «Кабинет Толстого». Весь год для нас юбилейный. Мы для своих читателей проводим интересные массовые мероприятия, проводим интересные выставки. Для любителей Толстого мы приглашаем окунуться в нашу атмосферу, приглашаем послушать классическую музыку, посмотреть экранизацию гениального русского писателя, ну и, конечно же, сфотографироваться с главным графом в русской литературе. Для посетителей сооружена фотозона. Этот удивительный человек – граф Толстой, включающий специально воссозданный рабочий уголок писателя со стилизованными предметами быта той эпохи. Отдельного внимания заслуживают уникальные издания его произведений из библиотечных фондов. Ну, во-первых, это прижизненные издания Льва Николаевича Толстого. Что такое искусство – 1898 год издания. Сочинение графа Льва Николаевича Толстого – 1903 года издания. Также представлены и посмертные произведения писателя, вышедшие сразу после смерти писателя в 1911 году. Особое внимание читателей привлечет экземпляр книги «Севастопольские рассказы» 1982 года издания, который осенью 2010 года побывал на Международной космической станции. В предюбилейные дни руководство Центральной городской библиотеки обращается к своим посетителям с просьбой принять участие в праздновании ее 120-летия. Тем людям, которые когда-либо были в нашей библиотеке, может быть, сделали здесь интересные фотографии на фоне библиотеки, в залах библиотеки, с тем, чтобы вы приходили к нам в Толстовку, делились этими фотографиями, рассказывали свои истории, связанные с жизнью в библиотеке в разные времена, начиная с 50-х годов, потому что, как выяснилось, не так много архивных данных сохранилось у нас в фондах библиотеки. Главные торжества в честь празднования 120-летия Центральной городской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого пройдут 22 апреля, а выставка-инсталляция «Кабинет Толстого» будет работать в течение всего юбилейного года. С 10 по 28 марта в Байдарской долине под Севастополем проходят всероссийские соревнования по велосипедному спорту. В понедельник, 22 марта, состоялась длительная шоссейная гонка у юношей и мужчин. Для многих участников эти старты – своеобразная репетиция перед чемпионатом России, которая уже через месяц пройдет в Судаке. Более 200 атлетов открыли соревновательный сезон в Крымской Швейцарии. Вот уже две недели в Байдарской долине проходит всероссийский турнир по велосипедному спорту. В понедельник, 22 марта, состоялся очередной этап – длительная шоссейная гонка. Спортсмены, в зависимости от возраста, проехали несколько кругов вокруг живописного чернореченского водохранилища. Круг 25 километров, юниоры едут 4,5 круга, мужчины едут 5,5 кругов. Особенность данной трассы – то, что здесь горный рельеф, то есть за один круг спортсмены набирают высоты около 270 метров, плюс встречный ветер. В целом трасса непростая. Соревнования состоят из восьми гоночных дней, которые объединены в четыре специальных блока. Блок состоит из двух гонок. Первый день – это гоночные, это едут мужчины и юниоры. Второй гоночный день – едут женщины и юниорки. Длительная шоссейная гонка включает в себя 137 километров у мужчин и 112 у юниоров. Женская половина участников проедет 87 и 62 километра соответственно. Традиционными фаворитами считаются сборные команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас проводили сбор в Турции, потом немного в Москве прошли медобследование, получили допуск и сейчас приехали сюда, в Крым, буквально пару дней назад. Думаю, будет гонка тяжелая, погода сегодня ветреная. Посмотрим, как получится. Будем надеяться, что все получится круто. Сильный боковой ветер на тех прямых участках и холод, оно дает о себе знать. Это больше надо питаться. Сегодня будет бой не на жизнь, а на смерть, как говорится. Во всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту принимает участие сборная команда Беларуси. Из-за формата турнира гости из братской страны выступают вне конкурса. Но ребятам также необходима практика для входа в сезон, которую лучше всего получать на соревнованиях. Конотража еще не сильно много, будем ехать по самочувствию, смотреть, как она будет. Будем ехать на победу. Похода бывает разочаровывает в моментах, а так, в принципе, неплохо, тепло, тепленько, все отлично. На велостартах в Байдарской долине соревнуются именитые спортсмены. Чемпионка Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи Наталья Студеникина специально приехала в Севастополь, чтобы подготовиться к чемпионату России. Первые соревнования были в синег, в дождь. Второе были уже хорошая погода, солнце светило, было тепло. Сейчас посмотрим, как будет. Эти соревнования сами по себе как тренировка, потому что они не так важны для меня, как те, которые будут дальше. Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в Севастополе завершатся 28 марта. Для участников гонки в Байдарской долине это генеральная репетиция перед чемпионатом России, который пройдет 19 апреля в Судаке. Николай Кузнецов, Анатолий Баньков, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-0060, мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.